Сегодня наш докладчик, уважаемый Лев Миронович Гинделис, тема доклада «Космический разум в структуре мироздания. Наука, религия, метанаука». Ну вот, коллеги, я прежде всего хотел несколько слов обоснования, значит, названия. Ну, наука, религия, вроде понятно, а при чем тут метанаука? Ну, знаете, существует, конечно, огромный пласт явлений, законов природы, которые принадлежат физическому плану бытия, и они, их можно и должно рассматривать в рамках научного парадигма, в рамках научных представлений. И, по словам, наука адекватно описывает физический план бытия. Но, кроме этого, существуют и такие проблемы, которые соприкасаются, ну, скажем, с другими пространствами, смерениями, с другими формами материи, энергии, с психологовыми мирами. То есть все то, что как раз относится метанауке, и вот эти проблемы уже невозможно решать, не выходя за пределы существующих научных парадигм. Ну, вот к таким проблемам в качестве примерного происхождения жизни, ну и, конечно, к проблемам космического разума. Ну, вот в связи с этим, конечно, содержание вполне естественно распадается на две части. Сейчас первая религия, сейчас вторая налога, сейчас третья метанаука. Ну, а у него у меня получился очень большой, превышающий значительный час. Ну, вот Ирина Алексеевна, которая здесь сегодня, она не смогла прийти и вести семинары, она совершенно справедливо говорила, что доклад не должен превышать часа. Поэтому, на счет, я поступил таким образом, и в устном изложении значительно сильно сократил материал, чтобы, может, сейчас вложиться. Но на сайте, на сайте мы тогда выложим презентацию полностью, ну и, соответственно, в труде семинара тоже, значит, я дам полный через доклад. Ну, а начнем, так сказать, как положено, с вступления такого исторического представления разумной жизни во Вселенной, космическому разуму, в той или иной форме, поставились на всех этапах развития человеческого мышления, от мифологии до науки, до мифологического сознания, характерного представления населенности космоса, согласно и не представлениям небеса, населены богами и героями. Боги спускались на землю и вступали в общение с людьми, а герои приобщались к богам и усилялись среди них. Мифология всех народов хранит предания культурных героев, благодаривших людей знаниями, научивших их различным премеслам. Конечно, эти представления существенно отличаются от современных научных взглядов, но между ними нет непроходимой пропости. Логика развития науки постепенно и неизбежно приводит к метанаучным представлениям, в рамках которых мифологическое сознание получает много освещения. Постепенно, в религиозном мышлении появление монотеистических религий привело к изменению представления о населенности космоса и космическом разуме. Эти проблемы стали решаться с идеологических позиций религиозных конфессий в соответствии с принятой религиозной догматикой. Но вот после этого вступления прихожу в части в первые космические разумы религии и религиозные представления о космическом разуме. Но представления о космическом разуме в разных религиях различаются. Общей для всех является идея Бога, Творца Вселенной и Всего Сущего. При этом во Вселенной обычно принимается земной мир и его окружение. А главные влияния уделяются отношения человек к Богу. В физических религиях имеется множество Богов, которые опекают разные области мироздания, земля, небо, океан, и различные сферы человечества, война, охота, земледелье, любовь, мудрость, искусство и так далее. Все Боги подчиняются одному верховному Богу. В монотеистических религиях имеется единственный Бог, вестесущийся, знающийся, могущийся, который творит Вселенную и управляет ею. Да, в Него имеются помощники. Это словно ангелы, подразделяющиеся на ангельские чины. Но мы знаем, что в христианской религии это ангелы, архангелы, начальство, власти, силы, господство, престолы, хирургимы и серафимы. Так что в этом отношении между язычными и монотеистическими религиями нет принципиальной разницы. Но вопрос, который нас здесь прежде всего будет интересовать, это существование во Вселенной, другие разумные существа, кроме человека. Надо отметить, что различные религии по-разному относятся к этой проблеме. И надо признать, что на религиозные представления оказали влияние на турфилософские концепции и средства вашего эпоха формирования религии. А в одном из дальнейших религиозных источников в идейских ведах имеется указание на то, что Солнце, Луна и другие неизвестные жителям Земли и Небесной тела населения разумными существами. Эти меры выросли в себе жизненные формы, непостижимые для нашего разума. Подобные же идеи содержатся в буддизме. Из священных писаний, свидетельствует Николай Кацин-Шревих, мы знаем о мучении благословенного питателя далеких звезд. Что касается христианства, то отношение христианства к этой идее неоднозначно. Некоторые раннехристианские секты исповедовали идею множественности обитаемых миров. Формулирус со ссылкой на Ирине упоминает о секте валентианцев, которые признавали и проповедовали систему Анаксимандра, жившим в VI веке до н.э., учившего о бесчисленности обитаемых миров. Сторонним в этой концепции был один из самых просвещенных христианских философов и отцов церкви Оригин, жившим в III веке уже н.э. Он учил о множественности вселенных, последовательно возникающих, умирающих и возрождающихся в новом бесконечном периодическом процессе, и о множественности обитаемых миров в каждой такой вселенной. Уже после его кончины на Константинопольском соборе он был осужден как херетик. И вот в одной из книг-шеволютики сказано, что после его чайков Оригина начала ложная вера духовенства расти. Это затронула концепцию множественности миров. Католическая церковь, упираясь на взгляды Аристотеля, энергиоцентрическую систему мира Птолемея, канонизировала идею исключительности человеческого рода и отсюда отрицала множественность миров, обитаемых. Однако эта идея вовсе не утекает из существов христианской доктрины. По мнению известных физиков Брюстера, специально изучал этот вопрос, в Библии нет ни одного положения, которое было бы несовместимо с концепцией множественности миров. Надо отметить, что, будучи крупным физиком, Брюстер оставался искренне привязанным к христианскому учению. Более того, отмечают он многие места, как в Ветхово, так и в Новом Завете, не могут быть интерпретированы без привлечения к концепции множественных миров. Но мы можем, например, с вами вспомнить известное изучение Иисуса Христа, у Отца, у него домов много. Во время формирования христианства... Да, скажите, вот эту штуку плохо. Во время формирования христианства в 1-й веке, в 1-й веке, представление об устройстве мира складывается под воздействием геоцентрической системы мира, согласно которой Земля находится в центре мироздания, вокруг нее вращаются Солнце, Луна, планеты и звезды. Эта система, совершенствована знаменитым античным астрономом Телемеем, позволяла определять положение светил на небе и была общей близленностью в то время. Ну, естественно, что она послужила посту, для всего здания, складывающейся в христианской анталоиде. В течение веков она, впрочем, укрепилась в религиозном сознании. И после Капельевской революции в астрономии, особенно после Жордана Бруна, перед христианской диалогией встал вопрос, как согласовать веру в Челя с новыми представлениями Америки. Теологи по-разному ответили на этот приз на науке нового времени. Догматически мыслящие теологи, следуя по прислаживанию и учениям, были упрещены, что оно не может быть согласовано с новыми научными знаниями. Творец создал звезды вовсе не для питания какими-то другими людьми, или не имею, что это сказано, что Творец создал звезды вовсе не для питания какими-то другими людьми, или не имею, это только для освещения, благотворения Земли и к свету. Это есть письма, лекарства, герцелли, ну а более просвещенные, на их взгляд, более просвещенные представители христианской диалогии относились к новой научной картине мира вполне терпимым, и даже отстаивали христиологическим позициям. Но я не могу останавливаться на этой политике. В интернете есть электронная версия в моей книге научной картины мира и приводятся выдержки из этой политики. Надо сказать, что наивный довод о том, будто звезды были созданы якобы только для душ человека, сравнить легко был преодолен в христианской теологии. Но оставалась еще одна более серьезная трудность, связанная с Боговоплощением Христа на Земле. Вот как формулирует Екатерин Флумарион. Если обитаемая нами Земля не более как незаметный ад среди бесчистого множества миров, то в чем же заключается ее права и преимущества, предоставленные ей? Почему она могла сделаться предметом основного божественного печенья? Почему сам Всевышний и Вечный мог жить на ней, приняв вид одного из ее существ? Почему он не богнушался от этого права земного? И благоволен воплотиться в него? В довоповедении к 30-м изданию своей книги множество населенных миров Флумарион подробно обсуждает эту проблему. Я не буду касаться всех богословских тонкостей, но отмечу лишь, что как следует из этой дискуссии, данная трудность также не является непреодолимой для христианской теологии. И так мы видим, что идея исключительности человеческого рода, вопреки распространенному мнению, вовсе не вытекает из существа христианской доктрины или вообще из религиозного мировоззрения. В известной мере она нейтральна по отношению к научному или религиозному мировоззрению. Но поскольку определенные догматы веры, связанные с этой идеей, находили опору в канонизированной христианской церковью геоцентрической системы мира, то окружение этой системы и становление геоцентрической системы проходило в острой борьбе с доктриной уникальности и потребов ее преодоления. Но, конечно, религиозный взгляд на проблему космического разума не сходится только к этой идее множественности миров. Очень серьезная она, наверное, с проблемой с позицией религиозного сознания содержится в работе хорошего внеземной цивилизации религиозного сознания в постановке цивилизации. Так называется его работа на все с собой краткое изложение его доклад на конференции «Горизонт астрономии» и «Сэйт» САУ ран 2005 год. Там очень глубокие идеи и в основном изложении я это опускаю, но в полную версию это будет представлено. следует иметь в виду на мой взгляд одно весьма важное обстоятельство. Как отмечает Леонид Иванович Шамшин, религиозное сознание предстает перед нами в трех аспектах. Естественно религиозное чувство, религиозное учение и конфессиональное сознание. Вот я думаю, что естественно религиозное чувство скорее нейтрально к проблеме множества миров. Религиозное учение как поведет так, что пускает эту и другую брактовку. А что касается конфессионального лица горного сознания, ну, оно по сути совсем так идеологизировано и принимает позиции вытекающие за интересы к ее идеологии. В свое время католическая церковь посылила Галилея и послала на костер черного бруна. В отношении Галилея она признала свое что в отношении бруна нет. И объясняется это тем, что учение о множестве обитаемых было не единственной на самом деле и главной причиной его касси. В наше время позиции католической церкви меняются в отношении показательных взглядов директора Ватиканской обсерватории Хосе Габриэль Форнеса. Он считает, что вполне можно совмещать веру в Бога и разумную жизнь на других планетах. Он допускает, что на других планетах опыт разумных существа в том числе намного впереди в финансовом развитии. Мы не можем ограничивать творческую свободу создателя, полагает Форнеса. Еще Франциск Осийский, напоминает то, считал всех земных эвакуарий, братья весь остров, почему бы нам не отнестись так же к инопланетянам. Ведь это часть божественного замысла. В связи с этим высказывали Хосе Габриэль, в литературе сообщалось, что Папа Ринский, Ант Павел II, еще в 1199 году говорил, что всемогущий Господь волен создавать разумную жизнь не только на земле. Одну такова позиция католической церкви. Что касается православной церкви, то ее позиция не вполне ясна. По-видимому, священнослужителям предоставлена возможность выражать свою собственную точку зрения по этому вопросу. Так комментировал высказывание Габриэля Фернесса. Епископ Егорьевский Марк отметил, что по его мнению теоретически мы не можем отрицать, что где-то в глубинах вселенной есть разумная жизнь. Но в Библии от этого ничего не сказано. Говорит он и священное Писание скорее отрицает их наличие. Очень обстоятельно статью надеял существование других разумных существ во Вселенной опубликовал священник Олег Мубликов. Он приводит очень интересные глубокие мысли Ломоносова, изложенные в его трактате о наблюдении прохождения Венеры под низком солнце. «Некоторые люди», пишут Ломоносов, спрашивают, «Ежели и на планетах есть нам подобные люди, то какой они вера? Правоверны им Евангелия? Прящены ли они в веру Христову?» Отвечая Ломоносову, указывает на жителей недавно открытых морепролов телевиземель, которых писсионеры обращают к христианству. «Когда они закончат там свою месяц, пишут Ломоносов, то пусть поедут для того же на Минеру и добавляют, только бы труд их не был на фразе. Может быть, тамошние люди в Адаме не согрешили, ведь для того всех из того следствия не надо. Многие пути к спасению, многие обидели судьбы небеса». Но далее, кстати, мурика на хорошем научном популярном роде излагаются современные естественно научные представления распространенность разводной жизни во Вселенной, дается обзор правил поиска внеземной цивилизации, свете и поиски, обсуждаются проблемы молчания Вселенной. Очень интересная и важная представляется его ссылка известного нашего философа Ловского, который не считал возможным быть ее иной формой разводной жизни в нашей Вселенной неразрешимой проблемой для православного богословия. Мумиков приводит вытяжку от его работы почерк мистического богословия восточной сверки. Если представление о Вселенной пишет Ловский, устроенном человечеством с эпохи возрождения, Земля и является адом, затерявшимся среди других бесчисленных миров бесконечных пространств. Богословия нет нужды что-либо изменяем в обествовании книги и бытия, так же, как и заниматься вопросами о спасении души питателей Марса. Для него откровение посредством Слуги эрцентричное, как обращенное к людям, как раскрывающее истину необходимое дико спасения в условиях реальной земной жизни. Ну, а в заключении Мумиков формулирует выводы, которые не вполне соответствуют содержанию его статьи, скорее всего, такой предъем логическую нагрузку, вероятнее всего, пишет он «Человечество как разум и личность как бытие уникального Вселенной и не взял всю меру ответственности перед Богом и самим собой за состояние мироздания». Ну, после этого я перейду во второй части «Космический разум, наука, научные представления космического разума». Ну, начнем с одной философии. Вырабатывая свои подходы к проблеме населенности космоса, наука, как и религия, испытала влияние на то философские взгляды представления древности. Древняя философия в значительной степени унаследовала мифологические представления о населенности космоса, но она выражала идею и идею уже в новой форме. Ну, я снова упущу по громкости в самосложении. Здесь важно отметить известную доктрину восточной философии о том, что нет Бога, который бы раньше не был человеком. То есть Боги должны были пройти через человеческую эволюцию. Таким образом, мы приходим к представлению о возрасте развитых существах Вселенной, находящихся на различных стадиях эволюционного процесса, в том числе и значительно переливших земное человечество. Эти представления в определенной мере приближаются к современному понятию внеземнообразов и внеземных цивилизаций. Важное отличие состоит в том, что в понятии внеземных цивилизаций упор делался на технологические аспекты, в то время как древняя философия базировалась на духовных представлениях. В отношении богов древности люди были упущены, что они принимают участие в судьбах Земли. При этом считалось, что посвященные представители женщинского наука и того времени обладают средствами осношения свыше на существа. В европейской науке и культуре идея множества обитая миров, то есть населённых сиборсками с разумными существами возникла большинство как на смену геоцентрической астрономической системы мира. В Золоме пришла геоцентрическая система Коперника, расширенная от Шардана Пруна до представления о бесконечной Вселенной, которая содержит в себе все звёзды и солнце планеты Земли, где наше Солнце, будучи центром нашей планетной системы, является лишь одной из множеств звёзд мироздания. Мученическая смерть Джорда Пруна на кастре инквизиции только способствовала тому, что в последующие века идея множественности обитаемых миров быстро распространилась в Европе, завоимов полное и общее признание. В течение трёх столетий 17-19 века она рассматривалась как совершенно очевидно, само-само разумеющееся. Многие выдающиеся учёные писатели и поэты безоговоров поддерживали эту идею. Идею множества собитая миров пропагандируют все равно до Башарака и ТМЛ. Они писали Вольтер, Геоти, Мишин. Обещенными сторонниками этой идеи были Юнгинс, Ютон, Монос, Вершин, Канн, Плазм и многие другие. Горячим примером идея множества собитая миров касательно Дарсалова. Есть знания несомненные касательно, Вселенная и Чесла ее планеты. Неужели не надо возникнуть жизнь? Это было бы уже не чудом, а чудище. И так заселенная Вселенная с абсолютной истинной. И дальше пишут. Вселенная и жизнь одно и то же. Вселенная заполнена высшей сознательной совершенной жизнью. Во Вселенной господству господствует и будет господствовать разум и высшая общественная организация. Величайший разум господствует во Вселенной. Надо сказать, что такие идеи салфорства близки в метанаучном представлении. Но теперь я приду уже к современному научному подходу. Современная наука где-то в глубинах своей памяти, в своем научном подсознании, видимо, сохранила представление о древних, о множестве обитаемых коров. Она подошла к исследованию проблемы по-своему, опираясь на свой опыт, на свои методы и стирки. Характерной особенностью современного научного подхода является переход от числа умозрительных рассуждений к попыткам установить контакт с разумными существами иных мировыми земными цивилизацией. Но я очень горд и конспективный притч в эти попытки. Подробности можно найти в моей книге «Среди поиска земного разума», а даже в предавшейся уже книге научной картины мира, обе имеются в интернете. Пожалуй, первым научным проектом по установлению связи с обитателями этих планет можно считать предложение известного немецкого математики Карла Федриха Гаусса, который жил в первой половине доставили использовать теорему Пифагора для передачи по космосу сообщения о нашем существовании. Но вы видите на слайде картинку нашу предлагал вырубить в Сибирской тайге большой участок леса в форме иллюстрирующей теорему Пифагора. Вот вы видите квадрат построен на гипотенузе равен сумме квадратов построенных на катет или как в школе насущили Пифагора во штаны на все стороны равны. Он предлагал заселить этот участок в Шевице и после того как раз значит ну жители Марса увидят узнают о гипотенузе и догадаются что мы хотим посылаем сигналы существования. Ну примерно в те же годы с аналогичной идеей выставил австрийский астроном фонд Литров предложил вырыть в пустыне Сахара каналы в форме правильных геометрических фигур наличие керосина пожигать поначалу. В конце 19-го века Деомиус от российского ученого финского происхождения предложил проект связи с обитанием планет Солнечной системы в первую очередь с Марса с помощью световых сигналов используя азбуков Морса. С наступлением 20-го века стали появляться сообщения о приеме странных сигналов из космоса. Первым сообщил об этом велике сербский изобретатель Никола Тэс в 1999 году. А когда были открытии радиоволны и радиосвязь стала настоянием человечества, естественно появилась внести об использовании радиоволны связи с обитанием планеты. В начале 20-х годов в Марконе сообщила о приеме радиосигналов неизвестного происхождения. Он не исключал, что некоторые из них могли быть пошли с Марсом. Это предположение не подвернилось на лояло, ярко иллюстрирует настроение того времени. В 20-х годах известны норвежские седы, поляные сияния, четверг с сотрудниками наблюдал явления радиов и меняющимися во времени задерживая. Было высказано позднее предположение, что радиоэха создается инопланетным зонам, находящимся в окрестнице Земли, надо сказать, что тайн мирового эха до сих пор остается неразгадан. Развозленные попытки обновлечь сигналов деземных цивилизаций, предпринимавшихся в первую четверть 20-го века, не принесли ожидаемых результатов. И идея на некоторое им была забыта. Прошлось еще четверть века, прежде чем она возродилась вновь. На этот, за этот небольшой отрезок своей истории земная цивилизация, пережившая вторую мировую войну, совершила и скачала по научному и техническому развитию. Одним из важных достижений явилось возникновение радиоастрономии, которое послужило базой для нового возрождения интереса к поиску земных цивилизаций. В середине 20-го века учеба пришли вывод, что в Солнечной системе разумная жизнь, во всяком случае в известной форме, существует только на Земле. Значит, надежда встретить праздник по разуму теперь связывалась с исследованием других планетных систем, других звезд. В 1959 году американские ученые Джозефф Коконник или Моррисон проанализировали возможности радиосвязи с обитателями ближайшие из нас и показали, что если они посылают в сторону Солнечной системы радиосигналы, используя близкую к нашей технике связи, то мы при наших средствах способны обнаружить их сигналы. Это стимулировало начало работы по поиску сигналов неземной цивилизации и с этого момента начинается современный этап поиска неземной цивилизации и попыток установления контакта с ними. Надо сказать, бывают такие идеи, которые намного опережают свое время, они посещают одиноких мыслителей и как правило статьи понятными и не принятыми. Вот так вот произошло с идеей Миндей Олилоса. Но когда идея созрела, когда вносится в воздухе, она обычно затрагивает сразу несколько умов. И так произошло с идеей беззвездной связи. В то время как Конни и Моррис пытались привлечь внимание английских коллег к этой проблеме, а в англии было самое круто на то время радио-телескопа. В это самое время у них на родине в США в Национальной радио-отерамической обсерватории НРАУ уже власть подготовка приема радиосигнала для земных цивилизателей молния 21 сантиметр. Там мы были проведены первые эксперименты по поиску сигналов ВЦ. Решающую роль в постановке этого эксперимента сыграл директор обсерватории известный американский астроном Мотоскруг, кстати, прагнув нашему знаменитого пулковского астронома Василия Яковлевича Строго. Программа поиска радиосигналов его назвала проект ОЗМО по имени сказочной принцессы из страты ОЗМО а непосредственно руководителем эксперимента был только что закончивший аспиратуру Гарвардского университета молодой сотрудник обсерватории Френд Дрейк. Для поиска сигнала были выбраны две звезды солнечного типа Талгита и Сулеридан расположены в стадии около 11-12 лет от Солнца. Первые наблюдения были проведены в апреле 60-го года. Эксперимент по проекту ОЗМО продолжался около 3-х месяцев. Сигналы не были обнаружены. Но так как безусловно нужно выполнить другие программы, то эксперимент по проекту ОЗМО пришлось приостановить. Но надо сказать, что руководители проекта считали такую приостановку временной, необходимой для совершенствования техники корректировки и корректировки метров. В последующие годы были проведены десятки экспериментов. Начали управление в США и в СССР, потом к ним присоединились другие страны, используясь крупнейшие радиотелескопы и специально созданные вакоканальные приемники. В последние годы 20-го века наряду с поиском в радиодиапазоне стали проводить поиски лазерных сигналов в фактическом диапазоне спектра. Были попытки обнаружения средово-астро-инженерной деятельности неземной цивилизации в космическом пространстве. Были посланы радиосигналы, также сообщения на борту космических аппаратов неземным цивилизациям. В общем, возникло целое научное направление, получившее название «проблемы с этим» и «сори-процессу терресу интеллижность». Фактически это проблема изучения жизни и разума во Вселенной. Она содержит исторические, естественно научные, философские и этические аспекты. В отличие от чисто умозрительных рассуждений прошлых веков, проблема с этим включает проведение исследований и опытов по поиску ранее инновидных цивилизаций и постановления связи с ними. Но она не сводится к этой чисто технической задаче. Я не буду останавливаться на технических аспектах передачи приема сигнала и на драматической истории полуроковых поисков, которые не привели к успеху. В соответствии с темой городского доклада нас будет интересовать вопрос. А кого, собственно говоря, мы ищем? И с кем сможем установить контакт? Этот вопрос занимает более пронизательных исследований, ведь от ответа не возависит стратегия методика поиска. Но при всем надо заметить, что современные науки допускают существование цивилизации различного уровня. Это вытекательность представлений о непрерывном рождении звезд. Одни звезды заканчивают свою эволюцию, другие возникают вновь безвозной среды. В нашей галактике в год рождаются порядка 10 звезд с планетными системами. По мере того, как на планетах созревают необходимые условия, на них возникает жизнь, и по прошествии миллиардов лет биологической эволюции появляются разумные существа и технологические цивилизации. Поскольку современные нам стадии развития цивилизаций проскакиваются очень быстро, ясно, что с наибольшей вероятностью мы встретимся с цивилизацией, которая намного обогнала нас в своем развитии. Может, всегда вопрос, насколько они могут опередить нас. То есть, люди показывают, что уже спустя один миллиард лет после начала расширения вселенной 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 существовало родное вещество из химических элементов. И, следом, могут начаться процессы формирования планеты возникновения каких-то разумных видов. Считается, что современный возраст вселенной порядка 14 миллиардов лет. Вселенной процесс мог начаться около 13 миллиардов лет тому назад. Возраст солнечной системы порядка 5 миллиардов лет. Значит, первые цивилизации могли возникнуть на 8 миллиардов лет раньше наших. Но можно представить, какого они могли достигнуть за это время. По отношению к нам, это настоящие боги, не случайно Владимир Михайлович Шрепунов, профессор московский университет писал в одной из своих ранних работ 90-х годов. Писал о таких цивилизациях, как и научно открываем боги. Станистов Лемб и Карл Саган указывали, что их наука длина подобной магии, а их деяния находятся за пределами нашего познавательного горизонта. В этом они видели объяснение великого молчания вселенной. Многие ученые, задумавшиеся на проблем с этим, приходили к выводу о практически безграничных возможностях возобразия этих наземных цивилизаций в окнах у нас на миллиарды лет. И в связи с этим они обращали внимание на их возможное воздействие на ход естественных процессов мироздания. на следующем сзади я приведу примеры рассказанных современных учебок. Вот он астроном. Я уже упоминал американский астроном из 20-го поиска Земли и Светлана. Он говорил, науку в середине 20-го века достигло такого уровня в изучении Вселенной, когда наряду с классическими законами физики необходимо принимать во внимание деятельность разумных существ. А Николай Иванович Кардашов, советский астрологизик, один из пионеров писал, что расширение наблюдаемой Вселенной может быть результатом сознательной деятельности суперцивилизации. В современных моделях космических цивилизаций, которые разрабатываются Республия, Васильевич Глебов и другими, рассматриваются различные варианты космокриватики, то есть творения миров, включая фундаментальную перестройку структуры материального мира, изменение его пространства на временах свойств и некоторых основных законов. Но не только анализ творческих возможностей диземных цивилизаций, сама логика развития науки приводит к представлению о творящем разуме космоса. Одно из направлений, ведущих к этой идее, связано с антронным принципом. Удивительно тонкая согласованность фундаментальных параметров мироздания и их тесная связь с возможностью существования во Вселенной жизни и человека ставят перед науку философии сложные проблемы. Как это можно объяснить? Почему Вселенная обладает именно такими, а не какими-то иными свойствами? Самый простой ответ состоит в следующем. Если бы свойства Вселенной были иными, где не могли выжать разумные существа, если бы некому было бы задавать этот вопрос? Ответ верный, но неудовлетворительный. И бы не менее влечется за собой следующий вопрос. А это случайно так получилось? Или целенаправленно? С позиции религиозного сознания творец специально создал такую Вселенную, чтобы в ней мог жить человек. Наука приходит к сходному уровню. Известен знаменитый вопрос Джона Уиллера от крупнейшей современной космолога, которого задался и с антропным питом. Не замешивали человек в проектировании Вселенной более радикальный мозгом, чем мы это себе представляем. Но здесь не явно подразумевается, что Вселенную именно такой создал творец. Ученые называют творца конструктором или дизайнером Вселенной. Но суть, конечно, не в названии, а в том, что под конструктором подразумевается не личность стоящая на Вселенной, а коррективный разум высокоразвитых разумных существ, то есть космический разум. Еще один подход к проблеме космического разума связан с квантовой космологией. Вот как характеризуют это метеокапу, известные американские рейки, популяризаторы. Объекты возникают, когда производятся измерения, а измерения производят существа, обладающие сознанием. Следует должно вставать единое космическое сознание, которое и пронизывает всю Вселенную и определяет, в каком состоянии мы находимся. Забегая вперед, скажу, что представления о космическом сознании, пронизывающем Вселенную, несомненно, по своей сути, являются метануочными. Важно, что современная физика подходит к этим представлениям. О роли сознания и мироздания говорит крупнейший современный космолог Андрей Линдер, советский ученый, который с 90-х годов работает в США. Не может ли быть так, ставит он вопрос, что без учета сознания описание Вселенной было принципиально неплохо. Может быть, при дальнейшем развитии науки изучение Вселенной и изучение сознания будет неразрывно связано друг с другом. Так что окончательный прогресс в одной области невозможен без прогресса друг с другом. Надо отметить, что задача введения сознания в рамках расширения физики была задолго до этого с определенностью поставлена Теяром Дашарденом в его книге «Феномен человека». Мне кажется, писало, иначе невозможно дать связное описание всего космоса в целом, к чему должна стремиться наука. Но современная научная мысль на этом не останавливается. Она идет еще дальше. Вспомним, что умение возникновения Вселенной имеет ничтожный размер. 10-33 сантиметра. Но помните, атом 10-8 атом на игру 10-13 10-33 в одной пробирке могло поместиться несметное множество таких Вселенных. Ученые уже начинают вполне серьезно рассматривать вопрос о том, как можно создать Вселенную в лаборатории. Но если наши ученые пока делают это на бумаге, и более развитые разумные существа могли бы сделать это на практике. Для существ, обитающих в такой Вселенной сотворивший их разум предшествует их эволюции, но он сам является плодом эволюции предыдущих циклов. К подобным заключениям в последнее время пришел известный московский астроном Юрий плачев фрегов. Нельзя исключить, пишет он, что широко известные объекты и даже субъекты вроде нас с вами могут быть в конце концов результатом целенаправленной активности других цивилизаций и длинной эволюционной цепи событий, в начале которых стоит оттворение, но осуществленное не внеприродной сущностью, а в высокоразвитом и далеким от нас во времени пространстве с существами. Впрочем, если эти существа и в металле в других вселенных замечает он, можно с определенной долей условностей считать их и внеприродой. Вот с этими мыслями в рембе прикликаются мысли известного космолога Мартина Пениса, который является писателем королевского струна. Вот он пишет о том, что идеи связаны с мультиверсией, с мультимиром или мультиверсом, имеется ввиду большая вселенная, включая в себя множество всех вселенных, что эти идеи приводят в них вполне обычно заключение, а именно мы являемся порождениями некоторой высшей или сверхъестественной силы. А это, говорит он, стирает грань между физикой и идеалистической философией, между естественным и сверхъестественным. Существуют и другие пути, которые приводят к выводу, что мироздание должен создавать высший разум. Так Григорий Моисеевич, один экзактор контрольного принципа, участвовал в нашем семинаре, несколько раз у нас выступал. Изучая проявление универсальных законов природы с логической необходимостью, приходит к выводу существования высшего разума. А Фред Хой, известный английский астрофизик, на основе анализов данных естествознаний утверждает, здравая интерпретация фактов дает возможность предположить, что физика, а также химия и биология экспериментировал сверхинтеллект и что в природе нет своих больших заслуживающих доверия. Суть всех этих прозрений, ромких догадок одних и твердых убеждений других сходится к тому, что в бесконечном пространстве вечно во времени универсия существуют высшие силы, космический разум, которые творят миры со всем их населением развивающимся по определенной программе. Так наука разными путями приходит к представлениям о существовании космического разума, как коррективного разума разумных существ в разуме развития, вплоть до способных создавать миры и управлять Вселенной. А что касается метанаучной доктрины, то она утверждает, что это не просто докладки и прозрения, что так оно и есть на самом деле. Космос во всем его многообразии создается творческим иерархиями создателей с помощью строителей космоса по предначертаниям божественной мысли или по современному программу, но без предпосылки божественной мысли. все сущее эволюционирует по космическим законам, проявлением которых является остановленной наукой и законом природы. Человечество, как и все в космосе, эволюционирует по космическим законам, для людей на нас свободу, воли, и это вносит коррективы в эволюционный процесс. Но сейчас самое время перейти к метанаучным представлениям о космическом разуме. Итак, часть трения космических разума метанаук. При основании космического разума с позиции метанаук, если это сказать, что понимается под термином метанаук или метанаук, что я знаю. Я употребляю его в том же самом смысле, что и метафизика рисковывает. Но с учетом современного состояния науки. То есть метанаук это то, что лежит за пределом не физики, как предплата в историю, а и за пределами современного научного знания, за пределами современных парадигм. Принято считать, что знание может быть только научное, во всяком случае достоверное знание. Знание ненаучное не считается достоверным. Такая точка зрения шагу распространена в научных кругах, особенно среди ученых естественных. Между тем, в человеческом культуре издавна существует вненаучное знание, которое по-своему отображает несовершенность. Его нельзя считать ложным, хотя в его рамках, в науке, могут существовать ложные концепции. В ненаучном знании относится прохудожественное познание, религиозное знание, эзотерическое. Последнее ближе с его подходит определение сверхнаучного или метанаучного. Оно включает эзотерические составляющие религии, философско-мистические или религиозно-мистические учения, отражающие опыты гигарных достижений истины под окружением в измененное состояние сознания, а также аккордные или герметические науки, то есть науки о скрытых силах в природе и в человеке. Правда, понятие эзотерика уже не соответствует самому первоначальному смысле, но в наше время это знание уже не является более закрытым предназначенным герметическому полу посвященным. Также термины оккультизии и мистика тоже устарели. Об этом говорится в книге «Живой этики» и «Смахилена Ивана Рерия». Более адекватно представляются термины сверхнаучной или метанаучной знания. В процессе развития науки происходит ее постоянное взаимодействие с метанаукой и в ближайне. Отдельный элемент метанаучного знания включается в научную продлину этот процесс протекает на природу. Достаточно привести хорошо известные примеры с электрическим магнетизмом, которые в течение многих веков относились исключительно к метанаучной сфере и риск обидно нестарно научного герметика и нового первого человека. В наше время установили удивительные и очень глубокие соответствия между парадоксальным представлением восточных мистиков о природе горожане и тоже парадоксальными для обыденного сознания представлениями современной теоретической физики. Эта проблема прекрасна изложена в замечательных книге в виде капра дауфизики. Интересные параллели божественных механиками к научным представлениям прослеживаются работу Михаила Борисовича Менского. Он несколько раз наступал на нашем семинаре. Современная наука переживает период глубочайших образований. В ней возникают новые идеи представлений. зреют расти новые знания, новые парадигмы, которые сближают весь метанаучный знание. Таким образом это научное знание выступает как некое сверхнаучное знание, которое взаимодействует с научным и его элементы постепенно включаются в научное знание. И хотя наука не признает сверхнаучного знания, существует область исследования, где его существование считается полненопустимым. Это область исследования неземных цивилизаций. Я уже говорил о том, что среди них он по цивилизации значительно принявшим на свое развитие. И что разница в возрасте может достигать миллиардов лет. Знание подобных суперцивилизаций вполне может отнести к категории сверхнаучного знания. Поэтому в современных исследованиях по поиску неземных цивилизаций, по поиску неземного разума это проблема света. Возникает проблема взаимодействия научно-сверхнаучного знания внеземного происхождения. Призвать воздействия высшего внеземного разума ищутся в памяти материальной духовной культуры в виде наличия в них элементов сверхнаучного знания. Таким образом мы приходим к вопросу существования сверхнаучного знания на Земле. Причем в данном случае этот вопрос формулируется уже в рамках самой нового. Следует отметить виновну приятные тенденции. Одна стоит некредитическим отношением к вам. Склонность их слишком поспел у меня основательной было. Другая отрицает саму постановку вопроса и крайне негативно относятся к любым исследования в этой области. Я думаю, что опыты тенденции одинаков вредны, им надо противопоставить прожде научное изучение прогрева. Прежде всего необходимо видеться в том, что сверхнаучное знание несетно существует. В 1996 году я предложил критерий, который позволяет установить наличие сверхнаучного знания, оставаясь целиком на прочем науке и действием в рамках научного методового. Судиво стоит следующим. Если при анализе определенного источника окажется, что в нем содержится знание противоречивающим научным знаниям своей эпохи, но подтвердившись в ходе последующего развития науки, то такое источник и такое знание можно отнести в категорию сверхнаучного знания. Так, если имеется источник из 19 века, который содержит положение противоречившей науке того времени, но подтвердившись позднее, в 20 веке, согласно с формулировым критерием удолжение силы сверхнаучного знания. Вот анализ таких источников, как тайные доклины Елены Петровны Блаватской, письма Махара и другие, позволяют обмениться в существовании сверхнаучного или междунаучного знания. Факт существования сверхнаучного знания открывает научные пути действия его природы, а происхождение его могут быть разные предположения, ну, это может быть божественное откровение, могут быть знания высокоразвитых и земных существ, это могут быть знания давно ушедших древних цивилизаций. Несмотря на кажущиеся различия, эти предположения не противоречат одно другому, но будущие взаимодополняемые аспекты медийной с позиции живоэтики источником сверхнаучного знания является иерархия света и ее ближайший звеном учителя человечества. То есть сверхнаучное знание имеет в поднешнем итоге космическое происхождение. Как пишет Николай Уранов, оно есть дар разумных существ, опередивших в своем развитии человечества на многом миллионах лет. При этом оно может проявляться в древних культурах и может дойти до нас из древних источников. Носить ли его все времена могли быть посвящены в прошедшую особую курс обучения в арсенале которого было и такое средство как откровение. Представление в иерархии света не является чем-то отключенным. Передача знаний осуществляется представителями иерархии на земле, которых называют по-разному учителями, махатмами и другими наименованиями. Я уже говорил, что мифология всех народов хранит предание культурных героев, отдаривших людей знаниями, научивших их различным временам. Этот процесс не является достоянием только далеко прошлого. Он возникает непрерывно, включая и наше время. Рерихи общались с учителями, никогда не скрывали свою связь с ними. Они встречались с махатмами в Европе, в Америке и в Индии. В сотрудничестве с учителями было создано учение живого этики. Под их покровительством проходила центральная азиатская экспедиция Рериха. В путевых заметках Николая Константиновича имеется такая запись. Ученые часто называют разговоры о махатмах предрассуды. Это те ученые, которые махатмахи не видели, но Крукс или Оливеру Лоджи не станут так говорить. В Европе Канаде, всегда стоявши с рациональным соблюдением, знают махатмахи. Они говорят о научных основах существования. Они направляют к владению энергией. Они говорят о тех победах труда, которые превратят жизнь в праздник. Все предлагаемое ими не призрачно, не эфемерно, но реально. И касается самого всестороннего изучения возможностей. предлагаемых нам жить без суеверия и предрассудка. А в книге сердца Зинеклад Старина Чиреев пишет, пройдя эти необычные нагорья Тибета с их магнитными водными световыми чудесами, прослушав свидетелей и будучи свидетелем, вы знаете о махатмахи. И далее он пишет, я не собираюсь начать убеждать существование махатмахи. Множе людей видели, беседовали с ними, получали письма и вещественные предметы о них. Впрочем, вообще не пытайтесь убеждать, знания входят в открытые двери. Одним из убедительных свидетельств участием участием учителей в жизни человечества являются переписы с президентом США Рузвельтом через Елену Ивановну Рыбину, а также послание Махат советскому правительству перед Николаем Ивановичем Брелихом Нарковом Чеченевым Молочарскому во время заезда центральной азиатской экспедиции в Москву в 1026 году. Учителя человечества непрерывно на протяжении веков передают людям свои знания через мифологию, религию, науку по мере созревания эволюционных условий. Так в 19-м и 20-м веках человечества были даны основой великой науки учителей, очищенные от многовековых наслодений и соответствующие современному уровню сознания человечества в теософии живая Эдем. В дальнейшем излагая метанаучное представление о космическом разуме, я буду следовать этим источникам. В метанаучной картине мира разуму отводится первостепетная роль. Он возникает на самых первых стадиях возникновения Вселенной и его проявления из непроявленного состояния. Махат космический разум из первого продукта Прадханы, то есть изначальной материи, так сказано в Тайле Доктрии. Ну, здесь надо дать некоторые пояснения в эти научные технологии, но опять в его прошлом изложении я это пущу, вам помните, все это будет. Итак, научной концепции космический разум рассматривается как коллективный разум развитых духовных существ, иерархия света. Это есть тот демиум, который творит Вселенная. Он создает миры, планеты, звезды, звездные системы, галактики и системы более высокого порядка. Он же населяет их всеми формами жизни. В строительстве Вселенной принимают участие различные иерархии разумных существ, строителей космоса, действующих под руководством иерархии света. В мифологическом и религиозном сознании эти разумные творческие силы рассматриваются как ангелы или боги. Я уже упоминал о том, что согласно герметической традиции, которая разделяется отецов и живой этикой, боги это бессмертные люди, а люди смертные боги. А помните, Христос говорил людям, вы боги. Нет бога, который бы раньше не был человеком. То есть боги должны пройти человеческую эволюцию. Это приводит к представлениям о высокоразвитых разумных существах Вселенной, находящихся на различных стадиях эволюционного процесса, в том числе значительно передивших наше земное человечество. Но вы видели, что это соответствует научным представлениям. Но наконец последнее. А какой же мест человека выбирает строителей космоса? Согласно живетике, человек носит в зерне своего духа частицу божественного разума. Ему также уготована роль строителя Вселенной. Высшее творчество, к которому должен готовить себя человек, есть творение мира. Елена Манрелих пишет, человек есть сужденный создатель мира и даже миров. А в книге Иерархия говорит, выведите их под ночное небо и покажите мерцание бесчисленных миров. Скажите, к этому творчеству ведет вас Владыка. Ну вот очень яркая эта идея, значит, вложил гимнер свое сихотворение послание. Когда до последней картине земной выцветит кисть и свет, засохнут все тюбы и помрет последний сквозь. Мы отдохнем десяток веков и вот в назначенный час предвеченный мастер всех мастеров за работу садят нас. Тогда будет каждый, кто мастером был, на стуле вселеть золотом и по холстению десяток миг писать колен хвостом. Ничьи записать портреты Магдалины, Павла, Петра и не знать, что значит усталость и бег за веком с утра до утра и только мастер похвалит нас и упрекнет только он и никого туда не привезти ни денег, ни славы звон. Лишь радость работы на новой звезде да нам будет каждому там во имя Творца сотворить свой мир таким, как видит он сам. Небольшое заключение. Метанаучные обосновки и космогония рассматривают разум как основную творчеству творящуюся у космоса. Род разумной силы Вселенной подчеркнулся основоположниками космического мышления Циолковского и Гурнадского. Начиная с 2-го плана 20-го века эти идеи все более явно начинали проникать в науку. Этому способу быть три обстоятельства. Изучение возможностей связи с неземными цивилизациями, неожиданное обнаружение тесной зависимости между фундаментальными свойствами Вселенной и наличия в ней жизни рассматривать антропный принцип. Ну и наконец возникновение квантовой космологии. Так наука в вопросе о космическом разуме постепенно сближается с метанаучным представлением. Ну на этом слайде значит сегодня литературу которую я использую на этом закончу. Спасибо. Спасибо. Место уделил исследованию сигналов из космоса поиску внеземных сигналов разума а ни слова не сказал о инопланетянах на Земле об НЛО всяких фактах их уже такая куча вообще как к этому относиться? Ну это немножко отдельная проблема вообще на самом деле я может не думаю затрон здесь просто как нельзя объять необъятное дело в том что на одного взгляда НЛО реально существует но они имеют отношение к коллективной цикализации они дело больше согласно тут надо сказать я опустил эту вещь согласно Миндовшим доктрине каждая планета представляет собой свободность сфер обычно называются сфер сфер это психо-духовные сферы тонкие миры и вот значит НЛО ну мы скажем по крайней мере они прощекают из тонких миров это явление пограничное между нашим миром и тонкими мирами во время их назначение стоит в том чтобы привлечь внимание к существованию других миров о которых мы не знаем то что они демонстрируют скажем удивительные способности ну скажем когда встречаются с нашим самолетом или походим билотом как бы они говорят показывают что да есть какие-то силы и какие-то которые человечество пока еще не знает вот но к сожалению значит вот наш человек остается глухо значит энтузиасты считают это их представители что они прилетели к нам так сказать к их звездам даже отходят и так далее вот некоторые из них вступают в контакт ну это контактерство это известная с двухбоковой древности так сказать проблема контакта с астральными мирами с астральными существами чаще всего невысокого порядка вот поэтому значит вот к сожалению имеется вот с одной стороны действительно важная проблема не пытаются привлекать внимание но люди либо официально вообще-то не верят в существование а энтузиасты только запутывают проблему дискредитируют ее вообще есть два способа дискредитируют проблему один способ это ну опровергать вот так было в советское время когда официально опровергали газеты всего существования нового но это почему это не очень эффективно потому что чем люди сегодня проиграли тем больше верят а другая значит это дискредитирует когда у нас была снята цензура то появилось такое такой беспредел всех средств массовой информации ну что просто значит проблем было дискредитируем так что уже не можно об этом серьезно говорить вот такая ситуация то есть это значит представитель опричем то что мы так сказать наблюдаем это реальные объекты но они промежуточные между нашим миром и тонкими мирами спасибо еще вопросы интересно подойти к этой теме с точки зрения психологии потому что я по второму образованию психолога практикуюсь психолог и вот есть тема контактерства да но есть и другая другой момент это воспоминание прошлой жизни и воспоминание ну там персональной психологии это уже достаточно много материала накоплено да то есть нельзя сказать что это абсолютно не научный материал потому что теоретический материал так иначе хоть он и относится субъективно восприятие он так иначе этот материал да конкретный достаточно и в той или иной степени верифицированный но конечно не в полной степени интересным это смысл является то что некоторые люди они в общем помнят себя как жившими не здесь не на этой планете а на других планетах точно не чувствуют скажем так то что они здесь указались недавно в отличие от некоторых других которые чувствуют что уже тут проходили достаточно длительные циклы вот эта тема мне тоже кажется достаточно интересной насколько как это может подтвердить не подтвердить да те или иные положения идеи то что касается существования внеземного разума вот а к вопросу о том почему вот как-то значит не удается установить до сих пор человеческую очевидную связь с внеземными цивилизациями мне кажется тут тоже возможно это связано с нашим общим уровнем развития сознания то есть есть разные тоже в психологии попытки эти уровни обозначить у меня близка такая пятиступенчатая модель первая ступень я не буду подробно раскрывать просто назову первая ступень это эгоцентричный уровень то есть когда человек в общем-то он центрирован на собственное представление самому себе и своих собственных интересов да именно сейчас все это именно сложное представление самому себе второй уровень это гентильный или родовой то есть человек уже расширяет свой мир до представителей своего рода семьи жена муж дети третий уровень это социоцентричный вот примерно большинство населения нашей планеты оно примерно на этом уровне то есть мировоззрение человека его ценности его интересы желания они условлены тем обществом в котором он живет так или иначе мы ориентируем на норму общества в котором он живет на культуру преобладающего в этом обществе и так далее четвертый уровень это космос центричный пятый это теоцентричный на четвертом уровне космос центричный уровень человек уже как бы для него становятся актуальными проблемами которые выходят за пределы общества обусловленности общества это мировые проблемы это некие вечные ценности это проблема космических законов мироздания это про некие экзистенциальные проблемы и так далее и так далее то есть на мой взгляд вот такая кооперация с неземными цивилизациями она будет осуществлена на нашей планете именно тогда когда большая часть человечества по крайней мере значительная часть человечества она перейдет на этот уровень сознания космосатрична то есть здесь ну как наверное тоже существует какой-то закон я так просто предполагаю закон развития закон развития когда возможно установление таких действительно тесных контактов но этот закон развития он связан с развитием всего человечества мне кажется эта перспектива она есть но к ней еще наверное все-таки стоит идти такие мысли нет ну очень интересно жалко что я не знаю через камеру записался записалась записалась да потому что на аудио нет на камеру уже через караффон говорили да значит вы подняли несколько вопросов ну не все они имеют отношения к проблеме земной цивилизации например вот вспоминание прошлых жизней ну серьезная проблема она конечно научная но большинство насколько так неизвестно эти воспоминания они связаны с воспоминаниями жизни именно на земле в прошлом периоде в прошлом периоде среди них может быть есть некоторые очень редкие когда люди вспоминают скажем свою жизнь на других планетах но в этом тоже нет ничего необычного с точки зрения методнаучных представлений потому что ведь согласны методнаучным представлениям и значит эволюция проходит по различным планетам значит по ожерелью из разных планет значит когда заканчивается эволюция на одной планетной цепи она переходит на следующую цель вот скажем сейчас у нас на земле идет четвертый круг между пятой и шестой расой когда закончится этот круг закончится шестой седьмой круг то наша цивилизация человеческая перейдет на другие высшие планеты ну видит осигму степени бога человек современные некоторые животные абсолютно близкие к людям степени человеческой вот и вы знаете я думаю что может быть редкий случай когда люди вспоминают свои прошлые жизни на других планетах может быть они связаны с тем что они действительно вспоминают свою жизнь на тех планетах откуда жизнь пришла на землю в этом смысле среди обитателей земли ну есть по-видимому инопланетяне то есть те монады которые пришли с других планет вот ну вот непосредственно так сказать проблему внеземной цивилизации это как бы отношения не имеет вы совершенно правы когда говорили о том что человечество должно созреть до этой идеи потому что контакт устанавливается с обоих сторон если хотите устанавливать контакт вы должны привить свою волю свое желание к контакту ну пока мы не знаем как расстание находится человечество и хотя интерес космос в сообществе контакт в связи с создателями очень велик среди части общества среди научного сообщества но масштабом всего человечества и совершенно другие проблемы сейчас интересуют кроме того надо иметь в виду еще следующее обстоятельство и мы кстати с вами этот вопрос дискутировали на одном из предыдущих семинаров вы помните я тогда говорил вам о том что каждая планета на самом деле представляет собой значит семеричную цепь глобуса вот и значит если вы так сказать представите себе физическую планету вокруг нее значит одна сфера вторая третья и так далее сфера близких и вообще к любой другой планете они относятся к толкому миру этой планеты а сферы более высокие духовные там уже соприкасаются некоторые пересекаются неважно сказать к какому именно планете они относятся поэтому есть как бы два пути восстановления контакта один путь это вдоль оси и вдоль физической оси это послан космические корабли радиоволны а другой духовный через духовный сфер ну и еще надо иметь ввиду что значит все цивилизации в том числе наша человеческая цивилизация они же находятся под альпекой учителей и значит контакт осуществляется прежде всего с ближайшим сигналом но человечество осуществляет контакт с учителями человечества здесь здесь не возникает проблемы разного языка потому что это те кто нас создан нас воспитал и так далее это вполне контакт возможно возможно а возможно ли контакт с обитателями ну тоже допустим таких же физических глобусов живут на других звездах ну вот просто немножко открыто потому что с одной стороны нельзя этого отрицать потому что отторны некоторые значит существа живущие на физических глобусов других планет солнечных систем таких нет может быть они тоже проявляют интересы владая теми же средствами что и мы ну электромагнит ну радиоволны но это очень быстро проскакивается вот если вы посмотрите вот это ну скажем нашу цивилизацию значит со времен ну так скажем галереи до нашего времени прошло несколько веков а какой взрыв необыкновенной технологии произошел а как у нас там погнал на миллионы миллиардов совершенно другая технология поэтому трудно думать что именно вот и может быть молчание вселенной о которых многие задумываются как раз тем объяснять что мы быстро проскопим эту стадию и мы можем только в степени контакт с цивилизацией которые нас сильно обогнали а они для нас как вся их наука потом магия и так далее вот и собственно говоря если они создали вселенную значит мы уже как бы наблюдаем шведы их деятельности но придаем естественное значение если подков с космосом мы встречаем так что по-видимому разгадка лежит вот в этих вот проблем вот как раз соображение еще пожалуйста я хочу вот немного добавить я по фамилии Волконский не совсем знакомы еще меня давно интересует да я по образованию математик вместе с Львом Мирановичем на курснике но давно занимаюсь общественной экономикой точнее но в последнее время даже не экономикой а более такими гуманитарными общественными науками и особенно меня интересует вот проблема таких надличностных смыслов которыми люди живут и без которых невозможно понять историю человечества вот все политические процессы экономические там другие идеологические и я вот в нескольких книг уже вот такую примерно идею стараюсь писать и как-то внушить надо сказать в последнее время есть но очень мало тех исследователей которые как-то это тоже к этому подходит а именно о том что надо специально гораздо больше чем сейчас это делаете изучать трудно назвать историей а скорее эволюцию вот этих надличностных смыслов которые лежат в основе неких объединенных человеческих сообществ имеются ввиду я обычно говорю так что есть эволюция духовно-идеологической сферы которая по марксизму это нечто производное от сферы экономической материальной сферы на самом деле далеко не так так все таки самостоятельность и независимость большая этой сферы с материальной сферой контактирует но скорее это похоже на такую биологическую эволюцию биологических видов но сущности этой духовно-идеологической сферы то есть вот религии идеологии научные теории они оказывают определяющее влияние на многие исторические процессы и заслуживают специального изучения конечно я даже в последнее время стараюсь как-то внушить мысли что надо выделить в структуре общественных наук специальность отдельную по эволюции этой духовно-идеологической сферы они там взаимодействуют так сказать рождаются каким общим термином назвать сущности этой сферы наверное ближе всего эгрегоры говорят об этом ну короче говоря вот мне кажется в ту проблематику которую вот сегодня Леонид Ронович рассказывал это тоже вполне укладывается потому что у нас-то это больше всего касается дает действительно смыслы и отдельной личности человека и движения человеческих сообществ ну вот у меня только что вот пару месяцев назад вышла книжка моя так сказать любимая идея это вот многополярный мир вот он мне кажется дает наиболее такую оптимистическую надежду на оптимистическое развитие в ближайшие десятилетия и может быть на 21 век вот первая книжка у меня вообще называлась многополярный мир а это я назвал 21 век многополярный мир тренды и задачи истории ну так просто я хотел мне кажется некой исполнитель спасибо ну и вот Виктор Александрович он книгу издал и значит вот развивает эти идеи мне кажется очень важно что они развиваются так сказать без всякой ссылки на какие-то научные представления то есть он исходит просто из анализа значит существующего положения пользуется обычными так сказать научными методами методологиями но в результате приходит к выводу который значит имеет вполне научное звучание а именно что эволюция на самом деле человечества она определяется прежде всего эволюцией духа именно все происходит духовная эволюция а все остальные так сказать составляющие являются следствия вот это очень важное положение и вообще я вот считаю очень важным у нас когда на семинаре проявляются когда скажем физики теоретики совершенно незнакомые метод научных докторами или не разделяющие но исходя из своих собственных но часто научных представлений приходят вот к выводам которые имеют вот такое значит метод научного звучания ну вот я приводил примеры спасибо хорошо что мы некоторые проблемы значит расширили углубили вот я имею ввиду прежде всего президента и забываю о вашем имуществе вот наш коллега из института особенно насколько я понимаю вот да я не все это не касался этих вопросов и вот хорошо что они были подняты но правильно что Игорь поднял вопросы и профессиональные относительно одного тоже значит как бы примыкающие к этому надо было как-то это обсудить но в конце концов вопросы пришли к вопросам эволюции в общее человечество это тоже очень важный момент то есть как бы значит тематика которую я предложил она была достаточно широкая обсуждение она еще больше расширилась и я считаю это положительным фактором поэтому я благодарю всех и за вопросы и за рассказывание спасибо 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 спасибо